Слышу голос из прекрасного водолёка, Голос утренней в серебряной росе, Слышу голос и вонящая дорога. Здравствуйте, Сергей Красноярцевич. Поливая яблень и гроши, взял все-таки у соседа, оказалось, что сердцевида тёмна. Ну, что я скажу? Тёмная сердцевина – это ещё не показатель, что не надо проивать. Эта жизнь покажет. Вот сердцевина тёмная бывает у любого дерева после страшных морозов, после страшной обрезки. А дерево ещё живо. Поэтому вот вы взяли черенки, они могут прижиться и могут дальше расти. Потому что тёмная сердцевина – это ещё не смерть всей веточки и почек. Почки могут быть живые. Так, а вы спросили, это фатально? Ну, я ответил, не фатально. Сосед грешит бездомной обрезкой. Ну, научите соседа, куда-нибудь его деться. Шостак, Виталий. Я привёл персика на сливу. На вишню идёт черешня. Не так поняли? Ну, теперь поняли. На вишню идёт черешня. Я говорю, Наталья, Влада, если вы спрашиваете меня, то есть 10 косточек абрикосов, то есть 4 лопши взошли и прижились на холмиках под бутылки. На остальные 6 так и не покинулись. На третий год было по несколько штук плодов на этих четырёх, а на четвёртый год по ведру собрали. Не прерывали. Ах, ёлки. Фотографии, блин. На одном сыне Маньжурча плоды мелкие, но сладкие, а на других плоды 45-60 грамм. Очень сладкие. Да вы понимаете, что вы сотворили, а? Только сейчас, два-три вебинара назад, у меня морда, морда, как того Ваньку Жукова, этой самой, как он писал, врыла меня. Это я, получается, этот самый. Проходимец, болтун, то угодно. Нет эти темирязвики, значит, посадил косточку, получается, дикарей. Ну а вы чё, это самое, Яковлев, Наталья, вы почему против науки попёрли? Почему не доверились этим людям, и не стали, взяли и получили эти самые плоды 50-60 грамм? Какое вы имели право, а? Наталья, Яковлев, какое вы имели право вырастить такие плоды? Да ещё на моих, на Железских апреков, да ещё на манчжурцах. Вы чё, совсем уже это обнаглели? И у меня слов нет, ну. И что мне теперь это самое? Опять они будут писать, что это самое? Как там про меня было? А брат Юра, как про меня было написано? Я забыл. Чушь не ссор. Ну ладно, вы поняли, почему я ёрничаю. Наталья, спасибо вам. Я бы вас в усмите зацеловал, в охапку бы даже не стал бы спрашивать, замужем или нет. В усмите бы зацеловал. Вот за это, вот за это письмо. Вот тут действительно всё сразу на сердце отлегло. Думаете, приятно, когда это люди, которые мнят себя абсолютными авторитетами, абсолютными, потому что у них бумажка есть, гербовая. Когда-то грязью поливают. Владимир Махов. Грязь, в тебе, любовь. Ну вы поняли, Наталья, что я вас... А хотел нас с ним зацеловать. От любви к вам. От того, что... От уважения к вам. Конечно, это наглость. Манджурство получить такие плоды. Ну давайте дальше. Фотографии, всё проще. Как это? Разбираться будем. Хотелось бы всё знать. Как садили. Знаете, как? Вот тут получилось. Или повезло, не повезло. Вот. В общем, план сада. Конкретно каждый рядок. Конкретно каждое дерево крупным планом. Потом этот самый... Низ дерева. Как? Гниёт, не гниёт. Ну через два года сгниёт ваш этот самый. Ваши абрикосы. Наши с вами абрикосы. Вот. Разбираться надо нам. Нам друг без друга теперь никуда не деваться. Вот сразу в лидеры вышли. Вот сейчас, допустим, в силу минуты. Я не знаю, где вы живёте. Ну, в пределах 300-500 километров. Возле вас несколько научек учреждений. Вы понимаете, что вам сейчас должны уже присвоить звание Чемкор Академии наук? Люди всю жизнь положили. Ничего, а то близко не могут добиться. Так. Как я вас отругал, а? Сегодня мой праздник. Наташенька, милая, сегодня мой праздник. Ой, благодаря вам в том числе. Здравствуйте. Любое привитое дерево, вегетативный гибрид. Для меня, да, любое привитое дерево, вегетативный гибрид. Свойство гибридного гибрида проявляется не всегда явно. Не всегда. Именно потому, что повторить невозможно. На этом наука. Я разгадал эту величайшую тайну. Одни пробовали, получили гибриды. Другие сказали, а где ваши гибриды? Потому что повторить невозможно. Наука, есть самый главный принцип науки. Этот принцип, это закон. Это основополагающий закон научной деятельности. Только тогда можно считать опыт удавшимся. Только тогда можно получить новую теорию, новую практику. Только тогда опыт повторяем. И вот эта вот вещь, в данном случае она такую подлую вещь сыграла. Здравый смысл. Опыта повторяем, иначе получается каждый из нас, не мошенник, проходимец, каждый из нас Мюнхгаузен. Хоть я, когда говорю, что есть, хоть наука, которая говорит, что нету, доказать надо. Чтобы доказать, что нету, Мичурин, этим, Тимирязевцам надо просто взять, так же, то есть, я делаю то, что и я. А они просто нету, и всё. Не доказывай, нельзя, не против. Повтори мой опыт. Господи, ну как же так? С 30-граммовых плодов получилось 120 у этого, у Мичуринского абрикоса. Как? Да я сам гадаю, как. Ну получилось же. Я же ничего не выдумываю. Лена Александровна, вы здесь, я же при вас всё это, взвешивали плоды. И вот получается, что? Получается, что есть всё-таки визитативный гибрид. Есть? Он есть, но не повторяется. Не повторяется. И вот эта разгадка этой загадки, она должна когда-то, это самое, стать ступенькой к новому пониманию. Просто к новому пониманию. А когда понимаешь, тогда легче этих самых хлёпать этих гибридов. Не каждый взятивный гибрид, он явный. Это надо, что, попробуем с микроскопом, ну Александр, вы когда, в конце концов, сядете за микроскоп, ну тогда вы годы потеряете. А надо ли это делать? Так, пойдём дальше. Влияние подвойное обратное есть всегда. Насколько влияние будет сильным, и когда проявится, зависит от факторов. Правильно. Но главное, основополагающие, Александр Николаевич, не это. Вот. Проявляется ли потом как? Вот что. А вот этим никто до сих пор не занимался. Гибриды получили, потом эту школу разогнали, Мичуринскую. Другие пришли и говорят, нету гибридов, вот они пальчики, нет и ничего нет. А повторить опыт невозможно. Знаете почему? Вот вы сказали про многие факторы. Главнейший из них, не самый, но главнейший из них, это то, что одно дело Мичуринские, рядом с своими этими сибирскими клонами, это как считать чуть ли не Африка. только на границе, там, где выживание зависит от двух факторов. Много плодов, но мелких, повторить, повторить их в большом количестве, чтобы хоть что-то сохранилось, пусть мелочь. А второе, дать меньше плодов, но еще более крупных, сладких. Только такие плоды заинтересуют, по дереву не всходят, только такие заинтересуют животных, выберут самые сладкие, съедят, пропустят через кишечник, произойдет ферментация, в километре в другом месте это попадет семечко, вот, выкакал это семечко, наступил еще на него, чтобы она немножко вдавила землю и дальше пошел. И так получается, что есть два пути сохранения вида у дерева. Первый, много мелких, пусть не вкусных, второе, мало сладких, но для того, чтобы их съели. Вот два пути. А оно заложено в программе развития. Ну, подробнее я бы мог еще в десяток, сотню подробнее показать. Пока не буду. Важнейший фактор, выживание на границе выживания, выживание на границе выживания. Вот. Как сказать, я еще помню, это старый волк, вы знаете, это высказывание, ребрик на прошлом был, на прошлом, сейчас я ее не знаю, не вижу. Есть вот и ребрик. Он подтвердит, это он напечатал статью, в которой сам крупный ученый Раникав, фамилию я запомнил, Раникав, он написал в статье, что президент, вы извините, если кто-то слышал это, президент императорского российского общества садоводов, генерал Раевский, не согласился бы с Железовым о том, что существует, но мы поняли, что с помощью этой инвестиционной организации может чего-то изменить. Сам занял нейтральную позицию, он не сказал, я не заметил, он написал, Раевский, генерал, а у него же были сады, он же настоящий, он был настоящим садоводом, не вот как современный, да, он был генерал, президент императорского общества садоводов, был садоводом, он сам своими ручками вращивал, а он без разницы не согласился, это о чем говорит, а он был где? В Хришковской области и в Крыму. Вот хороший пример, спасибо Александру Рябникову, вот, что он напечатал, пусть там меня не хвалят, но и не ругают, он бы, видите как, он бы с Железовым не согласился, ну понятно, если был бы жив, вот, и получается, там-то не проявляется, а нет смысла, и у этого не всегда проявлялось, и с этим у меня противоречие с Мичурием, а в Сибири проявилось, ать-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти, вот так вот, вот, не знаю, если тут, уже глаза болят, если тут ребрик, но он все равно, раз он был на прошлом вебинаре, значит, наверняка, я этот увидит, и подтвердит, что я ничего этого не придумал, что такая статья была, вот, что есть два мнения, а вот, допустим, наверняка, как бы, завалировано, на стороне генерала Раевского, вот, 19 век, а он наш современник, а ничего я такого плохого не сказал, на грани выживания, вот тут уж, никуда не денешься, дерево должно растрясти свои заначки, свои запасные варианты, свои запасные стинты, дал ему возможность на, хорошо на подвое расположиться, покажет лучшее качество, буквально райские, как будто она в Италии, или в Египте, вот, или умрет, если что-нибудь мне не понравится, вот, или даст много мелких, и так бывало, и меня проклинали, королевский, 80 грамм, а у меня 30-40, прихожу, здоровенное дерево успело вырасти, так меня не просил приятель, здоровенное дерево, вот такие вот, королевские, вот тебе, королевский, а у меня такой же было с этим, с академиком, в моем саду, а разве это непредсказуемо, если это разве не минус, а разве минус, это плюс, да, я играл в интере, я выиграл в зонтик, как я радовался, взял 70 рублей, еще накупил билетов, тогда оказался, вообще без зонтика, без денег, интересно же, интересно, кровь греет, греет, спасибо, Продолжение следует...